здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте jumla сенсей мы продолжаем сами разбирать компонент бесплатного форума кунена урок номер 67 итак смотрите переходим значит в админку нашего сайта переходим компоненты кунена форум и первое что бы я вам предложил сделать это настроить наш форум так как нам нужно это у нас вот такая кнопочка конфигурация либо она может находиться вот здесь вот конфигурация то же самое то есть у нас слева панель отображается те же самые настройки что и вот эти вот плитки давайте перейдем в конфигурацию смотрите вот в первой части в левой части здесь у нас задаются настройки в правой части идет у нас описание что это такое принципе здесь все понятно я особо здесь вникать не буду я просто буду настраивать так как мне больше подходит вы уже смотрите на свои нужды может быть настроить так же как у меня захотите и давайте пройдемся по всем вот этим вот вкладочкам первая вкладочка общие название форума ну можете написать там не за название вашей фирмы я напишу джуму например мой сайт о джумле я хочу сделать форм про джуму пишу значит джумла email форума если хотите чтобы мл использовался тот который вас в конфигурации джуму находится то есть дополнительный мл вам не нужен то здесь вы ничего не трогаете мы спускаемся ниже отправлять письма пользователям здесь опять же читаете да нет я просто настраивать так как мне нужно не пропустите мои топовые продукты под джумла закрытый форум вот тут интересная вещь смотрите если у вас сайт рабочий то есть вы ставите форму жен рабочий сайт где у вас много народу и вы не хотите пока чтобы они видели вкладку форума или даже вы хотите чтобы они видели вкладку форму но чтобы было текстом какой-то например форум закрыт или там форму в разработке когда вы воде ставите да они же в сообщении вы здесь убираете английские слова и пишите по-русски например форм в разработке не забудьте потом включить форум поставить здесь нет когда вы его сделаете то есть авторизовавшись на сайте как администратор вы будете видеть форум с фронтальной части сайта ваши пользователи не будут позволить пользователям режим чтения только да нет оставим нет продолжительность сессии в принципе я эти данные не трогаю включите рожать вообще вот эти штуки я не очень люблю не вижу в них особого смысла здесь на ваше усмотрение я для себя бы это дело отключил я у себя это отключаю включить аталлы откладочный режим конечно же нам это пока не нужно использовать ну вот здесь вот опять же нужно вникать если не понимаете просто не трогайте поле опять же если у вас будет какая-то загвоздка здесь в настройке можете в принципе написать мне под этим видео в комментариях про какую-то определенную опцию в конфигурациях как лучше вам настроить можем обсудить эту тему у меня на форуме также если возникнут вопросы давайте двигаемся дальше показывать время создания страниц футере это интересная вещь я вам ее даже покажу вот здесь такая штука когда страница обновляется показывает автоматический скрипт за какое время она обновилась но я у себя и и как бы оставляю это прикольно такая фишка пускай будет настройки seo пошли уже стоит все как надо поиск дружественных урлов до прямой доступ к компоненту ну если вы здесь не понимаете то в принципе оставляйте да на моем сайте форуме стоит также да здесь урлы как вы видите вот я зашел в пост ура выглядит нормально смотрим дальше здесь также мы не трогаем параметры кеширование использует кеширование но сайт если готов полностью да то в принципе оставляем до время кеширования также здесь ничего не трогаем следующая вкладка вид форума темы на странице количество заголовка показана на странице но настраивайте здесь так как вам нужно вот сообщение на странице прежде чем появится постраничной навигации у себя я выставляю 15 6 очень мало я считаю результат поиска то есть поиск по форму до с какой результат сколько пунктов результата показывать показывать историю так здесь я ничего не трогаю здесь вот формат времени как вам больше нравится показать индекс новое ну так же здесь все понятное записание я оставляю до показать анонсы до показать аватары до показать модератор в каталоге тоже доставим путь категории прежних изображений я не трогаю показать иконки под категории до включить быстрые переходы до сообщить модератору до нумерация внутри ответов внутри темы здесь принципе я даже не трогаю также оставляю скрыть api модератора ну здесь опять же смотрите для каких целей смотря я не трогаю оставляю как есть фильтр категории в последних темах показать категории ну в принципе показать последние темы из категории не трогайтесь ничего выбирать иконки темы до включить lightbox для изображений то есть если изображение загружаются на вашем форме также и вы загружаете например даже если изображение идет через ссылку то есть вы запретили загрузку изображений например на форум связи с маленьким жестким диском вашего хостинга до чтобы не загружать и сделали такое что изображение вы вставляете а только например на какой-то за сервер заливочный да и то есть даже изображение Которая вставляется через ссылку Даже на нее действует лайтбокс Это очень прикольная вещь Лайтбокс работает Период времени показа последних тем За месяц Оставляем как есть Вид древовидный Плоский Заставлять пользователей выбирать категорию Не трогаю Оставляем как есть Разрешить рейтинг Поставим да Следующие два поля Также тут уже надо смотреть индивидуально Я эти поля не трогаю Две вкладки настроили Давайте сохранимся Дальше мы переходим Пользователи Показать логин пользователя я не трогаю Требовать email Здесь также уже на ваше усмотрение Читаем описание Показать email нет Показать статистику пользователя Показать индикатор репутации Включить функцию благодарности Конечно прикольная фишка Это кнопка спасибо Ее обязательно мы и оставляем Лимит отображения спасибо Также на ваше усмотрение Время возможности редактирования поста Также читаем Время создания сообщений Здесь я не трогаю ничего Настроено как в принципе мне устраивает Оставляю да Активировать чекбокс Перемещение темы нет Показать причину блокировки На ваше усмотрение Если вы блокируете сообщение Показать в профиле вкладку вложения Поставлю нет Лучшее изображение Вообще в это вкладывать ничего не надо Нагружать жесткий диск Чтобы он копился Изображение лучше На сторонний сервис заливать изображение И вставлять ссылки в посты В общем могут ли пользователи Жаловаться На ваше усмотрение Я оставляю тоже да Здесь оставляем нет Дальше раздел подписка Это у нас подписка на уведомление по email То есть человек написал вопрос И чтобы ему не ждать на форуме Когда ему ответить на вопрос Уведомление с ответом Ему будет приходить оповещение на email Соответственно здесь читаете И выставляете параметры как вам нужно Я у себя конечно же оставляю Разрешить подписку Да Включить выведомление Да И здесь все параметры Также читаете Здесь все связано с подпиской Движемся дальше Вкладка безопасность Разрешить гостям создавать сообщение У меня стоит нет То есть пускай человек зарегистрируется Чтобы вы знали Кто это Что это А не пойми кто Вам там будут писать на форуме Там конечно можно это сделать Поставить капчу например Если в каких-то случаях это нужно Модерация гостей Ну в данном случае это не нужно Потому что у нас гости не могут писать Показать гостям список пользователей Ну гостям можно не показывать Поставлю нет Показать гостям профили пользователей Также нет Доступ только для зарегистрированных Оставляем нет Смогут гости видеть форум Но писать на форум не смогут Пока не зарегистрируются Ну здесь про модерацию Также все понятно И записание Может ли пользователь удалять свои посты У меня стоит запретить Пускай он не может удалять Я сам удалю как администратор Показывать удаленные сообщения Только администраторам Защита от флуда Вот интересная вещь Если у вас очень активный форум Или кто-то просто спамит Пишет сообщение Ну в любом случае Его забаните Потому что у вас только Зарегистрированные пользователи Могут писать Ну например Какой-то слабый хостинг Много народу Чтобы не нагружать Между сообщениями Можно поставить Например 60 секунд Пускай будет Уведомлять модераторов По email Если подразумевается У вас модераторы На форуме в будущем Здесь в списке Вы выбираете Что Как уведомлять Уведомлять администратора Я поставлю О всех новых сообщениях Отслеживать IP адрес Ну да Конечно Полезная фишка Оставим Да Показывать Гостям ссылку Статистики Нет Показывать мы не будем Максимальная длина Заголовков Здесь также Можно в любой момент Исправить Если будут Заголовки обрезаться Слишком сильно Скрыть Ответы для гостей На ваше усмотрение Предотвратить Публикацию Темы или ответов Урл В заголовке Можете поставить В принципе да Настройки Capture Вот как раз таки Здесь идут И у меня Она не настроена Я никому Не показывать Включаю Потому что У меня зарегистрированные Пользователи пишут И лишний Геморрой При вводе сообщения Он не нужен Куда проще Всегда можно забанить Человека Когда он уже Зарегистрирован Если он какой-то Негодяй Дальше Двигаемся Вкладка Аватары Разрешить загрузку Аватаров Ну да Конечно же Да Использовать галерею Ну я у себя Не использую Здесь также Будьте внимательны Большой размер Ставить не нужно Максимальный размер Файла Аватара В принципе Можете оставить По умолчанию Качество Аватара Ну я у себя Поставил 100% То есть если 75% Он будет Скрипт Форму Будет сжимать Изображение Качество изображения Аватара Будет хуже Метод изменения Размера Аватара В принципе Можно оставить Как есть Обрезка Аватара Оставим и нет Сохранимся Еще раз Старайтесь Если вы долго Разглядываете Вкладки Сохраняться Почаще Потому что Если у вас Стоит сессия 15 минут Настройки Могут не Сохраниться Изображение Давайте переходим На вкладку Лимит вложений Стоит 8 Защищать вложения Да или нет Но если вложения Есть Можно защитить Включить Символы Утф 8 Для вложений В принципе Я это не трогаю Разрешить Загрузку Изображений Никто Потому что Как я уже говорил Про Хостинг Пускай лучше Заливают на сервисы Показывать Изображение Гостям Да Нет У меня Стоит Нет На моем Форуме На блоге Моем Разрешенный Тип Изображения Здесь все понятно В принципе Все стоит Как надо Если какой-то Есть формат Которого здесь Нет Вам нужно Даже не знаю Какой Для картин Здесь все есть Ставим Запятую И ставим Название Расширения Тогда это расширение Будет доступно К загрузке И опять же Если вы Разрешили Загружать Аватар Изображение Здесь Оставляем Как есть Доступы Также Ничего здесь Не трогаем Максимальный Размер Файла Изображения На ваше усмотрение Настраивайте Все идет Про размеры Про качество Изображения Дальше Файлы Разрешить Загрузку Файлов Никто Показать Вложение Гостям Поставим Нет Разрешенные Типы Файлов Уже Не имеет Значения Если вы Запретили Загрузку Файлов И максимальный Размер Файлов Тоже Будьте Внимательны Большое Здесь Значение Не ставьте Но Слишком Большое Вы не сможете Поставить Сам скрипт Вас не пустит Загрузить Большое Изображение Дальше Переходим Статусы Ну Конечно же Интересно Статусы Вот эта Фишка Оставляем Да Использовать Картинки Также Я оставляю Без изменений Переходим На вкладку BB-коды Отключить Иконки Эмоций То есть Это смайлики В постах Давайте Сразу Я вам Скажу Где Это Относится Эти BB-коды Чтобы Вы лучше Понимали Смотрите Давайте Я авторизуюсь На сайте Например Вот Заходим В какой-то Раздел Нажимаем Новая Тема И вот Например Вот смайлики Видите Вот они Наши Смайлики Вот Все Эти элементы В редакторе Это и есть BB-коды То есть Вы здесь Отключаете То что Вам не нужно При создании Сообщения На форуме Вот как раз Таки Эта вкладочка Идет Для этого Показать Так Спойлеры Ну конечно Полезные вещи Оставляем Да Показать Так Видео Видео С ютуба Чтобы добавлять Можно было удобно Показывать Ebay Вообще Этим не пользуюсь Поэтому нет Поставим У нас Вот здесь Есть такая Вкладочка Вот она Ebay Это такой Американский Магазин Бэушных Товаров Значит Укорачивать Урлы В принципе Оставим Да Видимая часть Обрезки Урлов В принципе Здесь уже Смотрите Как вам лучше Дальше Дальше Двигаемся Вставлять Автоматический Ютуб Видео Да Конечно Вставлять Автоматический Ebay Пункты Нет Отказываюсь Вставлять Автоматический SoundCloud Это сервис Музыкальный Сервис Музыкантов Диджеев Если у вас Музыкальный Форум То вот она Вкладочка У нас Вставляют Видите Теги Так сказать И между ними Очень удобно Вставить Например ID трека Музыкального И здесь Сразу же В плеер Появится Красивый От SoundCloud Прямо на форуме Да Но я этим Не пользуюсь Тут никак Оставим Нет Включить Выделение Тегов Поставлю Да Показ Изображение С нестандартными Расширениями Текст Ссылка Изображения Язык Виджеты Ebay Но это нам Неинтересно Ваш ID На Ebay Ebay Эти поля пропускаем Twitter Аккаунт Не знаю Зачем Это здесь Нужно Здесь Можно Twitter Еще Вот так Вставлять Только Twitter Причем Других Социальных Элементов Здесь Больше Нет Поэтому Я здесь Вообще Не трогаю Ключ IP Google Тоже Я У себя На Форме Даже Не Использую Если Нужно Можно Разобраться Будет С этим Переходим На Следующую Вкладку Это RRS Вообще Я Эту Тему Не люблю Не пользуюсь Поэтому Я Этот RRS Везде Отключаю Тип RRS По Умолчанию Здесь Настраивать Как вам Нужно RRS 2.0 То есть Про RRS Я Особо Говорить Не буду Потому что Я сам Это Не использую Здесь В принципе Ничего Сложного Нет Как-то Можно Под себя Это Настроить Переходим На Последнюю Вкладку Настройках Конфигурации Формы Кунена Дополнительно Количество Строк Определить Количество Пользов На страницу Но Опять же Здесь Все Индивидуально Настраивать Так Как вам Нужно Я Это Поле Не трогаю Показать Онлайн Статус Да Конечно Показать Показать Аватара Показать Показать Число Постов Показать Показывать Репутацию Да Показать Эмейл Нет Пускай Не показывается Эмейл Показать Дату Регистрации Можно Оставить Показать Дату Последнего Визита Конечно Да Показать Просмотры Профиля Да Скрыть Супер Пользователей В списке Пользователей Нет Подсчет Онлайн Пользователей По количеству Времени Здесь Выбирайте Как вам Больше Нравится Лимит Времени Онлайн Пользователя Оставляю Без изменений Параметры Статистики Показать Кто На форуме Да В принципе Можно Показывать Статистику Но на своем Сайте Я не Показываю Статистику Это у нас Статистика Сейчас Я вам Покажу Внизу Вот такая Вот есть Статистика И тут Показывают Разные Элементы У меня Вся Статистика Отключена На форуме Если Вы Обращали Внимание Сейчас Давайте Посмотрим Вот у меня Внизу Ничего Нет То есть Здесь Уже Параметры Статистики Можно Отключить Все Элементы В принципе Здесь Уже Настраясь Под себя Настройка Опросов Вот Интересная Вещь Можно Прямо В посте Добавлять Опрос Разрешить Опросы Конечно Же Но это Прикольная Фишка На форуме Зашить Опросы Я оставляю Да Максимальное Число Вариантов Опросов Также Лимиты Выставляйте Время Между Голосованиями Также Можно Выставить Чтобы не Нагружать Хостинг Например Максимальное Количество Голосов Для Пользователей Также Можем Выставить Ограничения Только Один Раз Конечно Да Это Очень Важная Вещь Чтобы Человек Мог Не Каждый Раз Каждый День Кликать По Несколько Раз Накручивать Опрос Ограничивать Пользователя Голосовать Только Один Раз Вопрос Это Вообще Важная Вещь Конечно Да Показывать Список Голосовавших Пользователей Ну Тоже Конечно Да Чтобы Видно Было Активность И так Далее Вот Они Все Настройки Конфигурации Урок Получился Достаточно Длинным Надеюсь Вы Настроите Форум Так Как Вам Нужно Если Для Вас Урок Был Полезен Ставьте Пожалуйста Палец Вверх Лайк И Подписывайтесь На мой Канал Чтобы Не пропустить Новые Познавательные Выпуски На этом Я с вами Прощаюсь И до Нового Видео Друзья Если Вы Уже Стерли Пальцы В поисках Хорошего Качественного Хостинга Для Вашего Лендинга На Adobe Muse Или Сайта На Joomli Неважно То Сейчас Я Вас Сам Пользуюсь Данным Хостингом Уже Много Месяцев И Очень Доволен Главное Примечание Хостинга Тестовый Период 30 дней 30 дней Вы сможете Пользоваться Хостингом Абсолютно Бесплатно Второй Очень Важный Момент Возврат Денег В течение 45 дней Если Вас Не Устроят Услуги Хостинга Готовый КМС 3 года На Рынке Молодой Хостинг Это Очень Важно Онлайн Поддержка На Высоте Перейдя На Хостинг Вы сможете Увидеть В правом Нижнем Углу Вот Такой Прямо Угольник Это Онлайн Чат Круглые Сутки Трепетная Служба Поддержки Готова Отвечать На Ваши Вопросы И Даже Ночью Лояльные Цены Мощные Сервера Если Вы Совсем Новичок И Ваш Сайт Уже Расположен На Каком Хостинге Три Месяца Бесплатного Хостинга Ознакомиться С данной Акцией Вы сможете Перейдя На Этот Хостинг При Оплате За Гот Можно Сэкономить До 45% А Также Для Мощных Сайтов Хостинг Предоставляет Мощные Сервера Вы Меня Знаете Я Вам Мощных Мощных